Меня зовут Наталья Кириллова. Вот уже третий год имею счастье работать в этом прекрасном театре, который считаю тоже своим родным. В театре удалось спеть, может быть, не так много ролей, зато у каждой из них, так сказать, целая эпоха для меня лично. И таковой постановкой вот на данный момент является Кози Фантутте, в которой я имею честь, я нисколько тут не прибавляю пафоса, имею честь участвовать. Мы работаем совершенно прекрасным режиссером Матиасом Римусом. И я могу сказать, что это такой необыкновенный человек, он настолько человечный, он настолько теплый, и он даже не совсем похож на режиссера, мне так кажется, потому что он именно не отстраняется, а он очень живо участвует во всем происходящем, он переживает все происходящее, хотя это его далеко не первая постановка Кози Фантутта, он сам рассказывал. И зная все это, он настолько переживает с каждым героем все происходящее. Такое ощущение, что иногда создается, что он это видит первый раз, как ребенок. А для режиссера, мне кажется, это очень большая редкость. И для меня это очень ценно в нем. Что касается русских актеров, поскольку мы со многими познакомились только на этой постановке, ну вот Стас из Маринки, я, честно говоря, совершенно очарована его голосом, абсолютно очарована. Это настолько беспроблемный, настолько масляный, мысленистый голос, ну я не знаю, с чем это сравнить, и настолько он как-то вот льется именно, как должен литься тенор. Что касается Гарри, но это вообще отдельная история, и Гарри очень харизматичный. Я думаю, что Альфонсо там получится очень яркий. А если еще учесть, что на Альфонсе, на Доне Альфонсе держится практически вся опера, потому что он зачинщик, он автор идеи самой, что происходят все эти перипетии с героями, это же фактически он придумал, он затеял этот спор, и спор на деньги, и впутывают в это дело Деспи, ну и так далее, вот этот клубок заматывает. Так вот, Гарри, конечно, я думаю, там замотает очень сильно. Как будем разматывать? Ну, Моцарт размотал. Надя Павенцева, конечно. Ну, Надя, это тоже отдельная история, потрясающая актриса совершенно, потрясающий, неземной красоты голос. Я считаю, что Дорабелла будет очень сильным характером. Они очень разные с Марией Форстером, и это хорошо. И вообще, вот все актеры здесь, они друг на друга не похожи, и мне это безумно нравится, они все разные, при том, что мы должны двигаться, может быть, одинаково, да, Деспина там в одну сторону, в смысле, неважно какая Деспина, я или Аня, но мы все равно это делаем по-разному. И очень хорошо, что режиссер не настаивает на том, чтобы мы друг друга копировали, или я копировала Аню. Он на этом не настаивает. Это очень здорово. Он дает нам некую свободу, которая нам на сцене позволит сделать оперу естественной. Он за это ратует. Он хочет, чтобы в опере не было штампов. Он это очень часто повторяет. И он всячески нас настраивает, чтобы мы уходили от штампов, чтобы мы делали естественные движения, и поведение наше было человеческим. И первая фраза, кстати, которую он сказал, когда был только сбор труппы по поводу Гузи Фантута, он сказал, что я хочу сделать не оперу, я хочу показать жизнь. Хотя, конечно, ситуация надуманная, может быть, но в этой ситуации, это как притча. Опер называется веселая драма. Вот это очень важное слово. Это не просто опера-буфа. Веселая опера и все, такая комедия. Это веселая опера-драма. И вот как раз драма здесь будет очень видна, потому что у нас будет необычный конец, не буду говорить какой. Это будет интрига. Но что касается, не знаю, самого главного, или, наверное, самого главного вдохновителя, всей этой идеи, это, конечно, Теодор. Я вижу, что работа будет безумно детальной. Это будет копание в каждой интонации, в каждом слове, в каждой ноте. И это залог успеха нашего спектакля. Я надеюсь, что просто все удастся, что на нас не зайдут силы физические и моральные, и мы это сделаем. Потому что Теодор, конечно, заряжает энергетикой, пожалуй, как никто другой. Он просто как зажигалка. Дай Бог ему здоровья, только и сил много.